и снова здравствуйте всем привет давайте попробуем сделать именно рыцаря из игры warcraft из альянса так первым делом что сделаем вытащим сферу сделаем edit made polymesh и можно использовать значит кисточку уже с готовыми балансами ну давайте попробуем что-то этакое выбрать здесь так это не в этой папке ну вот этот видно на рыцаря больше подходит вот такая стукенция у него делаем make polymesh теперь что делаем кисточка моста положим делаем скайл поменьше нам такой большой персонаж не нужен да и на мышь будет плохо делаться вытягиваем наши руки чуть-чуть уменьшаем ребра намечаем кисточку чуть-чуть побольше делаем вот такую стукенцию живот конечно же убираем рыцарь у нас накаченный тут немножко поработаем со спиной немножко с грудаком руки нормальная вроде позы теперь делаем заготовку заготовку делаем вот так добавляем я не люблю лепить именно кисти рук умею но их очень много и поэтому лучше пользоваться уже готовыми кисточки рук делаем дубликат делаем ctrl w одну полигруппу всем этим частям контролл зэпсиметрия отключаем вытягиваем кисть руки переходим на кисточку стандарт перекручиваем ее где-то вот так так поднимаем ее повыше подгадываем по предплечье и надо еще будет сделать квадратные пальцы так ну вот пока такая штука ctrl w делаем сплит гроу сплит руки одного болвана вот это удаляем он нам не понадобится кисточки 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 руки делаем геометрия модифика позы мира мтв а теперь нам понадобится голова голову можно взять опять же вот в этой папке head point вот они головы она у меня уже сохранена скинута я сейчас просто подгружу я этой болванкой пользуюсь именно для того чтобы лепить головы персонажей так делаем дубликат делаем append так не append и делаем импорт импорт и находим email point вот это голова теперь мы ее уменьшаем подставляем подгадываем ее по размеру как-то показаем чуть-чуть пониже опускаем теперь переключаемся на саму болванку control shift trim red резку включаем и отсобачиваем значит нашу вот эту голову нафиг так это и есть такое дело выбираем теперь голову контрол давайте замаскируем контрол alt счищаем маску как-то так сейчас все равно выровняем потом если персонаж понадобится можно будет переделать значит снимаем маску чуть-чуть опускаем персонажа чуть-чуть уводим в тело так теперь нужно поработать шеей ну вот это не есть гуд что это за шея такая и чуть-чуть ее значит мост аполоджи подстраиваем немножко делаем тело так вот здесь вот задница сильно большая здесь будет доспехи сильно не сдавливаем потом будем рисовать и чтобы он был такой попышнее да так вот нужно еще шею вот здесь вот поприбрать ну и поднять наверно чуть-чуть вот эти кручицу так еще мне что не нравится не нравится далеко стоят вот эти плечи вот эти части слишком далеко их нужно назад вот таким вот образом отводим отводим так теперь по ногам ноги нужно таз оставить четким control alt так control маскируем заднюю часть так даже задницу не трогаем так даже задницу не трогаем делаем control и и немножко по пропорциям вот это все дело припускаем припускаем приподнимаем значит то есть части в принципе нормально потом сделаем динамыш и все это дело исправим сетку не проблема давайте сразу наверно динамыш это сильно низкий полигонаж резолюцию добавляем пусть будет резолюции побольше так тут теперь можно выгладить тут переходы тоже выгладить так что у нас по коленям давайте ноги немножко колени уведем в бок вот так и уведим их чуть-чуть вперед для чего чтобы потом когда анимация будет чтобы у нас был нормальный наклон есть такое делаем вот болванка в принципе готова фур отключаем первым делом что нам понадобится шифт текстуру подключить рабочий стол подключаем текстуру делаем ее активной смотрим так щитки броня ремень накладки и короче обувь да тест 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 ну давайте сделаем сначала сначала давайте сделаем вот эту вот обувь так добавляем аппл добавляем цилиндр alt левая кнопка мыши нажимаем на цилиндр или в сапту а теперь все это дело уменьшаем вот так делаем вот такую штуку значит верхнюю часть нам нужно замаскировать и так сделать control и вытянуть вытянуть вверх и сделать и скайл ну где-то чуть-чуть напряжать получается вот такая заготовка так шифт можно даже с нее наверное еще нет с нее уже не получится вытягивать ну давайте эти перекрутим чуть-чуть еще сплюсь и опустим именно на левую сторону к ноге делаем ее из скайла все выводим вот сюда и сбоку тут ее уже выравниваем выравниваем вот таким вот образом ага так теперь нам понадобится такая штука только вниз делаем ей дубликат перекручиваем опускаем подравниваем делаем ей скайл вытяжку делаем ей побольше перекрутка перекрутка угу c-z так вот эта часть через альт она стоит вот таким вот образом опускаем опускаем подгоняем чуть пониже колено так есть такое дело и теперь значит эту штуку тоже нужно перекрутить подогнать и подставить его вот сюда вот так вот это где-то вот такая получается завязать готовка угу так следом понадобится наверное давайте тоже добавим атом добавим торс на него уменьшаем подгоняем подгоняем и подставляем его значит к нашей ноге так почему тут цвет коричневый и надо поставить глину глину я люблю больше лепить так теперь его уменьшаем поднимаем вот до этой складки вот так где-то ну как то так то так теперь у нас идет вплюснутая стука подошло и накладка все не проблема добавляем аппин добавляем сферу сайт на сферу фрейм пардонки так нажимаем опускаем пониже перекручиваем вот в такой вид делаем ей вытяжку делаем ей сплющенность и теперь все это дело обрезаем так заднюю часть тоже наверное обрезать чуть-чуть теперь подставляем ее типа как башмак чуть-чуть перекручиваем так главное этот торос не зацепить так перекрутка повыше можно наверное еще чуть-чуть сплюснуть вот так вот чуть-чуть перекручиваем по бокам еще сплю с ним теперь отрезаем вот эти ноги нафиг они нам не понадобятся теперь к этим ногам 6 z alt ну здесь чуть-чуть сделаем пошире так ну тут можно наверное чуть-чуть сделать форму ноги так это дело есть делаем теперь дубликат опускаем дубликат вниз делаем ему расширение вот так ну и попробуем попробуем выбрать ctrl shift кисточку trim и отсобачить ну чтобы определить значит нашу вот эту подошву shift так подошва есть все нормально то раз пониже здесь сейчас будет еще заготовка так подошву вытаскиваем где-то ее подгадываем можно чуть-чуть наверное где-то еще выгладить так ну и потом уже форму можно будет сидеть подгадывать шлифовать ее пока вот такая заготовка так и повыше чтобы она не отходила от башмака так теперь к башмаку желательно добавить чтобы так ну давайте опять по старым роликам up and убираем цилиндр заходим вынецелая и делаем ей так пардонки вот это делаем ей пустоту теперь делаем ее активной и заходим на наш предыдущий значит персонаж и теперь вот эта штука будет у нас находиться в аппенд вот это аппенд вот наша цилиндра пустотелка мы ее делаем значит скайл опускаем до ноги так перекручиваем подгоняем уменьшаем подставляем значит к нашей ноге как то так шизет так тут подъем тут опинг да вот так я сейчас чуть-чуть под углом и надо будет вот этот щиток тоже перекрутить так есть такое дело только немножко вот сюда и немножко вот так его перекрутим делаем ему опять же скайл так control z тянем за куб и поднимаем повыше вот такая ступенция так теперь где то вот так выставляем левая кнопка мыши так control shift trim rect и ненужная отсобачиваем пока вот так так что у меня тут сзади закрыто это не проблема да эту часть чуть-чуть приподнимаем повыше так эти части подтягиваем к нашему к нашей обуви пятку отмаскируем вниз чтобы низ не двигался и вытягиваем пятку отмаскируем вниз чтобы низ не двигался и вниз делаем вот этой штуки типа моделируем заднюю часть обуви теперь снимаем маску и надуваем alt левая кнопка мыши переводим делаем как будто это у нас цельная обувь так вот такая штука так ну вот пока такая нога это пока все болванки заготовки делаем в геометри модифика положим мира alt левая кнопка мира торус мира и по ногам пройдемся то же самое выбираем нашего персонажа делаем тоже меры нога обрезали ушла теперь что у него здесь у него теперь щитки вот эти вот наверно лучше начать с верхней части а потом уже к ногам опуститься так что тут щитки ремень и шлем понятно значит так рисуем ему щиток вот этот доспех значит сначала все замаскируем shift z так через control маска маска control alt немножко руки освободим так и вот здесь нужно так 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 там я верх не вижу ну наверное здесь ну наверное здесь control в тулах extract с дублированием так ага пардонте голову отключим где-то тут control alt голова намазалась вот он еще маска тут это у нас получается значит будет доспехи немножко мы их выглаживаем и немножко значит нужно их так control w делаем геометри дай нам и чтобы не вытянуть какую-то полигруппу отдельно чтоб потом не было геморроя с этим делом да ну нормально вот это значит первая часть доспехов которая здесь надутая и сзади тоже она должна быть надутая так над руками здесь побольше опуски здесь потом будет у нас значит закрылка будет тут тоже наверное так ну как то так наверное сейчас будем все это подгадывать так следом нам понадобятся теперь вот эти вот значит щитки ну тоже давайте маскированием а потом будем их надувать и уже тогда пролеплю и и и и отключим, а это Ctrl-Alt уберем, будем делать один щиток, Ctrl-Alt, Extract, Accept, в принципе подходит Alt, снимаем тоже маску с персонажа, Shift-Z, смотрим, тут вообще он надутый, вытянутый, ну давайте все это дело попробуем, значит, с него преобразить, делаем геометрии, делаем тоже Dynomys, так, кисточку поменьше, 6Z, что там у него, здесь получается как-то, наверное, боком, конусом, не суть вопроса, пока делаем набросок, чтобы по размеру он попадал, так, так, как раз он до плеча доходит, до середины его втягиваем, и тут углом как бы пока, так, тут надуваем, ну и вперед вот уже надувку делаем, ну и сзади, чтобы вот такой штук был, да, смотрим, если сделаем сейчас Miro Entwell геометрии, внешний вид, все подгадываем, а потом будем еще там делать причиндалы, так, включаем, видимо, всех саптулов пока, так, такая заготовка есть, вот голова теперь очень большая, и голову делаем поменьше, опускаем ее пониже, ну а теперь опять же X-симметрия, работаем с шеей, чуть-чуть тут корректируем, вот, шеф-зет, давайте сделаем теперь вот эту каску, выбираем нашу голову, судя по каске, вот этот чайник должен быть тут, так, X-симметрия, чайник поменьше, так, сразу делаю голову пока как наметку, потом, если нужно будет персонаж, чтобы голову снимал, ну, в смысле, шлем снимал, то я сделаю еще поданимацию вот эту голову, так что она будет меняться, нам понадобится все выводить, так, уши, вот уши нам не понадобится, control, так, это значит, все результат, кисточка, clay build up, все это дело удавливаем, и делаем всему это, и дай нам мэш, и рисуем ему именно шлем, control, d, control, d, добавляем делайдов, теперь, X-симметрия, у кого не включено, включите, делаем control, d, что там, так, ага, угу, ну, давайте, вот, рисуем боковины, так, здесь, наверное, побольше, вот так, ух, раз, теперь кисточку побольше, и закрываем, все это дело по каунту, так, ага, теперь, мы будем делать все это, так, в общем, так, Делаем всего этого геодолуру и делаем значит экстракт. Толщину поменьше. Control Alt Nose под зачистить чуть еще. Так, смотрим тут что. Мы проверяем, делаем акцепт и немножко все это дело выглаживаем. Потом будем уже через Z. Корректировка в принципе небольшая нужна. Это значит мофт по поводу, эксиметрия. Вытягиваем нашу вот эту каску. Так, здесь ее чуть-чуть еще вперед надуваем. Можно будет даже ее пролепить. Отводим ее от глаз. Так, здесь Z. Что там еще получается? Ну, это акцент нарисуется. Не проблема. Так, вот здесь вот, возможно, голова даже будет уменьшить на обувь. Тогда мы только вот эту лицевуху возьмем. Заметка есть. Шлем большой, значит, вот эти части еще больше надуть надо. Ну, давайте сделаем скайл. Это будет где-то вот тут аж. Тогда надуваем еще доспехи. Делаем побольше. Сейчас добавим ремень, а потом уже перчатки, руки и будем смотреть, что там с материалом. Так, ремень будем делать. Опять же, можно ремень сделать с цилиндра, который у нас уже есть. Добавляем просто append. Убираем наш вот этот цилиндр с пустотой. Делаем ему скайл. Ставим его на пояс. И делаем ему вот такую штуку. ЧНЗ. Так, ремень у него, значит, пошире. И пониже получается. Как-то так. Да. Сплюснем чуть-чуть по бокам. Сейчас все это можно будет вытянуть. Где-то поднадуть его. Сплюснем, подгоняем, подставляем. Ну, пока наметки есть. Теперь, круглую вот эту штуку добавим. Делаем append и добавляем... Просто цилиндр вот этот. Другой 3D. Мы его сплюснем. Уменьшим. ctrl-z. Перекрутим. Подведем его, значит, спереди. И тут вот есть вот такая вот... Типа как торус, а это выемка. Ну, это сейчас покажу, как сделать. Не проблема, опять же. Побольше вот эту штуку делаем. И пусть она будет потолще. Так, заготовка вроде нормальная. Теперь, что делаем. Добавляем центральную вот эту часть. Уменьшаем. Делаем треугольник. Рисуем здесь вот такой вот. Так, нужно все отключить. Ctrl-Alt где-то почистить. Сделать экстракт. Делаем ацепт. Включаем все саптулы. Ctrl-Снимаем маску. Чуть-чуть все это дело выглаживаем. Потом поднадуем. Надо будет ее чуть-чуть вот как бы дооформить. Где-то обрезать. Но это уже доработка будет. Так, Shift-Z. А тут вот где-то находится так. Попробуем ее чуть-чуть сплюнуть и приподнять. Так, есть такое дело. Вот здесь вот, по-моему, должна еще какая-то фигня быть. Надо поискать. Так, теперь что делаем. Shift-Z. Вот добавляем вот эту тряпку. Или давайте, наверное, вот эти вот боковушки пока добавим. Значит, выбираем персонажа. Ctrl-Снимаем маску. И так они какие тут. Треугольник. А здесь полукруг. Значит, рисуем вот такую штуку пока. Так, и делаем этому всему экстракт. Делаем ацепт. Потом все это дело пролепится. Поднадуется. Не вопрос. Так, что еще тут можно сделать? Теперь разобраться с пальцами, с перчатками, да? Shift-Z. Пальцы у него квадратные. Перчатки большие надутые. Значит, добавляем. Можно вот эту вот штуку выбрать. Сделать дубликат. Одну сторону замаскировать. Ctrl-W. Ну и вторую тоже. Ctrl-W. Чтобы были одни полигруппы. Одну скрываем. Делаем геометрию. Нодифитополус и Делхиден. А эту штуку переводим. Значит, вот сюда наверх. Ну и делаем ей Skyo. Так, и можно наверно перекрутить. Так. Перекручиваем. Подгадываем. Подтягиваем. Выставляем к локтю поближе. Теперь. Ctrl-W. Убираем маскирование ленточное. Ctrl-I. Так. Что такое? Ладно. Делаем Dynamesh. Сначала делаем Ctrl-D. Смягчаем. Delo. Теперь Dynamesh. Побольше резолюцию. Ctrl-Z. Еще побольше резолюцию. Маскируем вот эту часть. Делаем Ctrl-I. И вот эту штуку, значит, вытягиваем и делаем ей Skyo. Что-то в этом духе получается. Значит, еще поближе сюда. Так. Нормально. Пока. Вроде бы как. Зашибись. Делаем. Значит, опять Dynamesh. Ctrl. Снимаем маску. Чтобы пересчитать наши полигоны. Ну, а теперь займемся кистью руки. Так. Как бы это дело обыграть? Чтобы пальцы были квадратные. Ну, давайте добавим кистью руки. Ну, давайте добавим кистью руки. Добавим. Просто добавим Append. Добавим куб. И все это дело, значит, уменьшим. Выведем к пальцу. Сплю с ним. Сделаем еще Skyo. Где-то вытянем. Где-то сплю с ним. Ну, а теперь это все дело на помудиться и поставить, значит, к пальцам. Так, теперь с помощью MOV подгадываем. Выглаживаем. Где-то что-то припускаем. Где-то что-то поднимаем. Так. Теперь Control. Левая кнопка мыши. Перекручиваем. Подставляем. Control. Опять же перекручиваем. Подставляем. Чуть-чуть какой-то палец уменьшаем. Какой-то прибавляем. Так. И вот это. Так. Ага. Control. Z. Ну и теперь опять же Control. Делаем мизинец. Потар藏. Нет. Успільно. Усп ruimтенты красивые катастрофы. Вот так. Поработаем немножко с помощью Move. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть такое дело, еще один палец вытягиваем. Теперь нужно из этого пальца сделать, значит, что-то похожее на саму кисть. Так, один палец я не так перетянул. Ну, не проблема, да? Сейчас все это дело исправим. Так, это значит, будет у нас как перчатка. Так, это значит, что-то... Так. 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 так ну пока вот такая наметка делаем всему этого мира так этой части тоже мира and well так с этой надо еще поработать сделать и поутягивать так это есть здесь вот что-то как бы кругляш какой-то добавить может нужно а Продолжение следует... Есть такое дело... Добавляем теперь эту ткань... Как ее добавить... Это значит... По-простому... Добавляем append... Добавляем куб... Делаем скайл... Делаем вот такую вот штуку... Стяжку... Делаем ей уплотнение... Переводим ее... Значит... Вперед... Делаем маскирование... Делаем... И начинаем потихоньку... Так... Все вытягивать... Теперь перекрутка... Так... Попробуем... Здесь значит... Поставить... Квадрат... На маску... Да... Делаем... Ctrl... И... Маскируем еще... Ах... Не прокатывает... Так... Ладно... Шифтом... Все это дело... Выглаживаем... И... Попробуем... Оттянуть... Добавляем... Добавляем... Теперь... Дайномеш... Делаем... Делаем... Modify Topology... Mirror and Well... Выглаживаем... Иксиметрия... Так... Тут теперь... Уводим... Это дело... Поближе... ну а здесь вытягиваем делаем ctrl ctrl и cfz до куда он там идет ну считай еще ниже да ну и делаем скайл так еще вот сюда вытягиваем делаем dna мышь и модифита положи значит xz одну часть маскируем за эту часть подгоняем значит нашему персонажу и немножко его перекручиваем вот так вот так ну и для склейки тоже нужно ввести вот это все в меш вот эта часть она должна полностью склеится потом с этой дальней вот так вот так Теперь немножко резки. Как-то вот так наверное. Геометрия мира and well. Так, угол побольше. Поработаем. А, вот эта часть. Так, вот эта часть. Ctrl и добавляем её. Значит прям заводим в этот подремень сюда. Так, перекручиваем. Как-то так-то. Выбираем ремень. И теперь с помощью гизма давайте его растянем. Выведем вперед. Ещё сделаем побольше. И чуть-чуть. Как-то вот так наверное. Теперь с помощью мов. Наверное лучше вот эту часть завести. Так. И что не хватает. Тут вот так это по-моему даже торус можно добавить. И давайте добавим ему пышноты. Значит shift z. На ногах у него штанцы. Давайте вот это всё значит по пояс замаскируем. Сделаем экстракт. Во. Теперь выберем щитки. Сделаем им скайл. Ну чтоб он попышнее был. И подведем их наверное к ремню. Так. Нет. Пардонте. Но это всё нужно будет пролепливать вот эту всю часть. Со щитками работать. Так. Щитки. Чтобы материал не уходили при анимации тоже их нужно как-то здесь красиво дооформить. Пролепить. Следом что делаем. Опять же выбираем нашего персонажа. Shift z. Что у него тут? Майки. Так. И аж вот эти щитки у него аж вот сюда должны выходить. Shift z. И вот здесь еще больше должны быть надутые. Вот тут. Так. Здесь такая штука. Она уходит аж на спину. И к спине вот сюда. И вот здесь. У меня такое чувство, что они еще должны быть аж вот такими. Так это вот сюда. Перекрутка. Перекрутка. Тогда получается каска у него должна еще уходить вниз. Вот здесь аж должна быть. Какой-то рахитообразный тогда получается. Так и значит здесь чуть-чуть повыше. А здесь аж вот сюда выходит маска вот так. Тогда голова у него должна уйти еще ниже. Вот так вот. Вот тогда уже становится похож. А вот с головой тогда казус какой-то. Его нужно голову еще больше надувать. Подгонять. И тогда шлем. Ну как-то вот таким вот образом должен выглядеть. Как-то так. При анимации при анимации я не знаю как это будет делать. Он тут будет цепляться за грудину. Вот здесь у него есть значит еще какая штука. Значит получается у него шлем. Он выглядит где-то вот таким вот образом. Здесь чуть-чуть поменьше. Так. И вот эта часть нижняя. Вот эта. Отходит в бок. То бишь где-то она выглядит вот таким вот образом. Так. Это можно пролепить не вопрос. Ну здесь тоже добавится. Но здесь уже шея по любасу как-то должна кверху быть. Иначе повороты вообще головы не получатся при анимации. Вот что-то в таком духе. Теперь значит делаем так деформация инфлат. Так. И шрифтом все это дело выглаживаем. Так. Вот. Ну шлем пролепится. Все пролепится. Главное сейчас вот эту болванку подгадать. Чтобы все детали были именно как бы по размеру. Так. Вот здесь уже один фиг надо будет поднимать. Я не знаю как тут вот сзади. Здесь уже не получится. Она по любасу где-то вот такая должна быть. Вот здесь вот так вот. Так. Выбираем руки керенаж побольше все это дело сделать. Делаем геометрии делаем или давайте скайл просто сделаем. И чуть-чуть поднадуем. Так. Миро энд вэлл. Ну где-то так да. И тогда вот эти части тоже нужно сделать скайл. И чуть-чуть подвинуть вот сюда их. Даже можно еще растянуть чтобы плоские сделать. Ну вот теперь вроде бы он покрепче стал. Побольше да. Теперь по ногам. Тут вроде бы не как колено, а щиток то на боку. Получается он должен быть как-то на колене что ли. вот этой части. Но это тоже нужно подгадать. Так. Вот эта верхняя часть тоже поменьше должна у шлема быть. Вот так. Если сейчас отключить значит шлем, то что у нас получится? Ну в принципе ничего так. Если делать еще персонажа. Все это дело значит пролепить. Так. Вот эти части. Так. Ноги. Ноги еще больше растянуть. Так. Ну и подошву тоже побольше. Так. Теперь с торусом как быть. Так. Вот эту часть. Так. Торус наверное перекрутить. Чтобы он потом при анимации значит не шарахался. Да. Никуда. Теперь с ногами эту часть отводим. Ну и подошва тоже должна чуть-чуть сдвинуться. Так. И чуть-чуть повыше ее. Оп. И чуть-чуть еще растянуть. Так. А вот тут еще какая-то не показалась. � снизу. Так. 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 Продолжение следует... Так, еще по пяткам, что тут у нас, так, Ctrl-Z. Продолжение следует... Все мы делаем, значит, теперь с этим торусом, все мы делаем Dynamesh. Так, вот здесь еще, наверное... Так... Угу... Поставим Ctrl и вот это маскирование делаем. Делаем Ctrl-I и попробуем сделать Skyl. Что получится? Так, Ctrl-Z, наверное, Ctrl-I. А, сейчас она вся увеличится. Так, и немножко, значит, побольше может сделать ее. Значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Проще тогда ее все утро тут растянуть. Так, это у нас получается штаны. Станам тоже делаем Dynamesh. А потом только вытягиваем. Так, и доспехи, получается, нужно сделать вот эту часть еще пониже. Вот так. А эту часть тогда повыше. И здесь тогда понадутись, что ли, вот так. О! Так, вот пока такая болванка. В следующем ролике немножко, наверное, попролепить надо будет. Кое-что здесь подправить, раскрасить и потом уже, значит, на анимацию. Все, всем пока, до свидания.